Всех приветствую! Сборка 7454, новый игровой системный блок за 90500 рублей. Вот самый ходовой компьютер, это у нас в районе 65-70, связка Core i5-12400 плюс RTX 3060 на 12. И какой следующий этап должен быть, если хотите, помощнее. Вот следующая видеокарта, это RTX 4060 Ti. Вы получаете производительность RTX 3070 по цене 3060 Ti. Ну и чуть более современная видеокарта, наверное, раза так в два меньше потребляет энергии. И полный пакет DLSS 3 имеет на борту. А для современных игрушек это иногда и важно. Хотят играть люди повсеместно в разрешении 2К. Ну а по 2К нужны видеокарты уровня RTX 4070 Ti, чтобы на ультрах работало. Либо есть вариант включить технологию DLSS 3. Используется принцип масштабирования с низкого разрешения на высокое. Причем DLSS работает идеально. Не мылит, как у Родиона. Технология ФСР. В общем, здесь все интересно и хорошо. Ну а собран компьютер в корпусе Cougar MX430. Такой классический корпус исполнения Mesh. Когда спереди у нас сетка, никакого закаленного стекла. Идеальная продуваемость железок внутри компьютера. Ну а сбоку, естественно, закаленка. Никакого пластика. Довольно-таки толстая стекляшка. Таким вот образом вставляется. Есть металлические направляющие. Ну и стандартные для Cougar. Они на всю сторону стекло. Остается такой кейс под блок питания в металлическом кожухе. RTX 4060 Ti, можно сказать, ворвалась на рынок. И на самом деле очень интересная видеокарта. Ну и в плане производительности, и в плане ценника. В общем, Nvidia очень грамотно все сделала. Причем появится 4060 Ti на 16 ГБ. И вообще будут бомбические видеокарты. Хотя таким видеокартам больше 8 ГБ памяти особо-то и не требуется. Тест у нас 3DMark прошел. 12567 попугайчиков. Был бы RTX 3070 в таком же исполнении. Ровно столько бы и набрала видеокарта. Карточка у нас MSI Ventus. На двух вентиляторах тепловые трубки присутствуют. Металлический бэкплей. Такая небольшая видеокарта. Но абсолютно тихая. Те же RTX и 360 Ti зачастую гораздо более шумные видеокарты. За счет того, что и греются сильнее. Карты на 128 бит. Здесь не надо удивляться. Битность важна в какой-то серии видеокарт. RTX 4070 Ti. 4070 это карточки 192 бита. А уже 4080 это 256 бит. Если следующий этап делать по увеличению ценника, то надо еще 20 тысяч рублей доплатить, чтобы получить 4070. Здесь вы получите не 12500 попугайчиков, а примерно 15500-16. Это вот так, чтобы сориентироваться по производительности. Ну а в этой связке, в 90 тысяч, все равно самый лучший процессор будет Core i5-12300F, 6 ядер 12 потоков. Самый частный процессор, как я неоднократно повторяю. Здесь только высокопроизводительные ядра. И по уровню производительности он точно такой же в многопотоке, как 8 ядер 16 потоков, Core i9-9900KS. Самый-самый топовый процессор в обычном сегменте игровых компьютеров 3 года назад. Сейчас такой середнячок ниже среднего, его уже обыгрывают на 30% в однопотоке. Такая вот разница по поколению. Процессор холодный, хватает любой башни. Здесь у нас Jonesbo CR1200 с RGB, подсветка на двух тепловых трубках, но процессор потребляет примерно 75 Вт. Платформа здесь уже на DDR5 памяти. За 10900 вы получаете плату за 1800 с DDR5 памятью на 760 чипсете, между прочим. Этот чипсет актуален как раз для DDR5 памяти. Гораздо лучше работает с новыми планками на высокой частоте. Четыре слота оперативки. Здесь бывают модули по 48 ГБ небинарные и по 32 ГБ, по 16. Сейчас у нас кит-комплект, два модуля по 16, а Pasternox на 5600 МГц на 40-х таймингах. Работает все в двухканале. Четыре слота оперативки надо будет всегда увеличить, хотя 32 ГБ с диким запасом. На плате есть два разъема Ultra M.2, в верхних находится у нас SSD ADATA XPG Spectress S20G с RGB подсветочкой. Подсветочку можно задавать в настройках программного обеспечения MSI Center, Mystic Light. Можно этот цвет любой менять, какой вам только душе угодно. Плата формата Micro ATX, 8 фаз питания и максимальный процессор на такую плату, какой-нибудь Core i7-12700F, 130 Вт. И спокойно здесь будет работать. Ну а надо будет расширить накопитель, пожалуйста, под видеокарты. Есть еще разъем Ultra M.2 и никаких у вас проблем с расширением нет. Если бы мы точно такую же плату на DDR4 памяти бы решили купить, ценник был бы в районе 8,5. Так что переплата примерно 2000 рублей за платформу DDR5 по материнским платам и примерно 1000, наверное, 2 за память. Вот платформа вам на DDR5 памяти обходится примерно в 4000 рублей плюсом. Стоит здесь, переплачивать не стоит. По мне, так есть, компьютер стоит уже 90-100 тысяч. Наверное, DDR5 память это ваш выбор. Хоть и разница небольшая, но все равно хочется всегда прикоснуться к современным технологиям. Подсветка у корпуса здесь регулируется собственным контроллером корпуса. Ее можно переключать с помощью этой лошебной кнопочки. Ну и самое главное, что эту подсветку можно отключить, если она как-либо вам мешает. Блок питания здесь на 750 Вт с сертификатом 80 Plus бронза. Это уже очень породистые блоки. Cougar Atlas. Имеет трехлетнюю гарантию. Ну и вообще, все железо здесь имеет трехлетнюю гарантию. Новый компьютер просто идеален в свои 90 тысяч рублей. Продолжение следует...